Привет солнышко, я очень рада видеть тебя на своем канале. Я уже снимала очень много видео с лайфхаками в игре, показывала вам самые разные лайфхаки, но недавно я поняла, что почти не показывала вам лайфхаки для обустройств. Хотя на самом деле я знаю очень много лайфхаков для обустройств, у меня есть очень много идей, которыми я могу с вами поделиться, что и сделаю в этом видео. Сегодня, как вы поняли, у нас целый выпуск таких лайфхаков, и я поделюсь с вами множеством идей, которые вы можете использовать в своих обустройствах. Так что, если вам интересно, оставайтесь со мной, но мы поскорее приступим к лайфхакам. Первый немного странный лайфхак, нам нужен вот такой холодильник. Убираем напитки, и теперь мы можем складывать в этот холодильник все что угодно. Например, косметику. Я, конечно, не знаю, кто косметику хранит в холодильнике и вообще зачем, но возможно это выглядит компактно и красиво. В этот холодильник можно класть вообще разные предметы, которые вы только захотите. Те же самые напитки или еду. Для следующего лайфхака нам нужно выбрать любой стол и вот такой прозрачный компьютер. Ну а так как этот компьютер прозрачный, за него можно повешать абсолютно любые предметы, чтобы создать какую-то атмосферу вашего рабочего стола. Например, вот эти звездочки смотрятся очень красиво. Не обязательно даже включать компьютер, можно просто сзади поставить какой-нибудь светильник, облачко или другую лампу. А вообще можно даже растения поставить. Конечно, они будут вылазить, но все равно смотрятся очень даже гармонично. В общем, это воля вашей фантазии. Смотрите, что будет лучше выглядеть. Вот, например, еще одна идея картинки. Еще одна интересная задумка для вашей комнаты. Мы можем соединять несколько ковров вместе. Например, на этот белый ковер мы можем сверху положить какой-нибудь маленький цветной. Не все, конечно, смотрится красиво, но какие-то идеи могут подойти вам в комнату. Кстати, смотрится очень интересно, если взять большой ковер с ушками, а сверху на него положить другой большой ковер, чтобы он его перекрывал. У нас тогда получится большой ковер с ушами. Это выглядит очень мило. В общем, вы можете экспериментировать и создавать свои ковры. Еще одна идея. Нам нужно взять вот эту игру, а сверху на него поставить телевизор. Теперь нам нужно вставить диск с игрой из этого же набора, и будет казаться, как будто это одна игра, хотя это две абсолютно разные игры. На телевизоре теперь как будто отслеживается прогресс того, куда персонаж наступает. И теперь персонажи могут не просто ходить по этому полю, а действительно играть. В общем, очень крутой лайфхак. А это очень классный лайфхак для бесплатной версии, которым я раньше сама пользовалась. Нам нужно пойти в бесплатный магазин, зайти в раздел Pet Shop и забрать отсюда вот такие корзинки, которые предназначены для игрушек вашего питомца. Но мы их заберем для другого. Возвращаемся домой с корзинками, заходим в креатор, и теперь нам нужно достать крючок, который находится в бесплатной версии. Вот он, он есть у каждого. Теперь просто вешаем корзинки на эти крючки. Это смотрится очень красиво и может повторить каждый. В эти корзинки мы можем класть какие-нибудь вещи, абсолютно любые. Лично у меня в этих корзинках лежал телефон и мои ключи. Я уверена, вам никогда не хватали тумбочки, которые находятся в раковинах. Так вот, для этого лайфхака мы должны достать вот такую тумбочку и раковину без ножки. И у нас получается целых две раковины с огромной тумбочкой, куда точно влезут все ваши уходовые средства. Ну а если вам чем-то не нравится эта тумбочка, можно подставить немного другую. А если вам нужна всего лишь одна раковина, можно подставить тумбочки поменьше. Конечно, будет смотреться уже не так красиво, как с двумя раковинами, но все же, возможно, кому-то понравится такой вариант, и вы будете его использовать. Если вы любите собирать крупные компании, ну или хотите построить, например, кинотеатр, то этот лайфхак точно для вас. Чтобы сделать огромный диван, куда влезут целых 8 человек, нужно взять два вот таких дивана и пуфика, и расположить так, как я показала на видео. Теперь тут может сидеть очень много персонажей. Все мы знаем, что в Токе, к сожалению, нет машин, но если они срочно нужны для сериалов, мы можем построить салон машины прямо из мебели. Нам просто нужно взять диван и два любых кресла. А еще вот такую тумбочку, которую нужно поставить посередине, но она между кресел у меня не влезла, поэтому я поставила чуть подальше. А чтобы сделать багаж, просто ставим полочку сзади дивана, там будут находиться ваши чемоданы и другие вещи. Как сделать руль, я, к сожалению, не придумала, поэтому давайте просто поставим вот такую высокую тумбочку. И вот такая машина у нас получается. Конечно, не особо похожа, но если приблизить, то, в принципе, можно подумать, что это машина. Если вам не нравится такой вариант, то диван и кресло можно заменить, например, вот на такую белую мебель. Ну или подставить вообще что-то другое. Это только ваша фантазия. Немножечко странная постройка, но, может быть, кому-то она пригодится. Нам нужно взять ширму и рядом с ней поставить разные растения. Я поставила растения наугад, но вам лучше их ставить так, как они будут лучше смотреться. Дальше закрываем все второй ширмой, и у нас должен получиться что-то вроде ботанического сада. Мне кажется, что такая постройка больше подойдет для общественного места, например, торгового центра. Кстати, будет даже лучше смотреться, если вторую ширму перевернуть. А сейчас мы попробуем сделать окно из мебели, если вдруг оно вам понадобилось там, где его нет. Нам нужно взять непрозрачные шторки и закрыть их. Берем зеркало и ставим его между штор. Дальше нам нужен ящик, который находится в разделе коробок, и ставим туда разные растения. По-моему, их правда очень похоже на окно. Я увидела этот лайфхак в ТикТоке и решила с вами поделиться. Вместо зеркала также можно поставить какую-нибудь картину с пейзажем. В картинах я нашла только вот такую, но она тоже вписывается. А другие подходящие картины можно самим нарисовать в Доме творчества или же найти на других локациях. Для следующего лайфхака нам нужна пробковая доска. Теперь заходим в раздел для праздника. Оказывается, что почти все украшения отсюда можно вешать на пробковую доску. Можно даже повесить новогодние игрушки для елки. Просто посмотрите, как это прикольно выглядит. Может, кому-то такой лайфхак понадобится. Украшения, кстати, вешаются и на другие доски, и на вот такие крючки тоже. А это еще один лайфхак для бесплатной версии. Достаем вот такие лампочки. Теперь снова заходим в раздел для праздника. И вот такими помпонами их перекрываем. Главное повесить лампочки высоко, иначе у вас ничего не получится. И вот так классно они будут светить. Дальше нам нужно доставить любую двухъярусную кровать. Дальше берем телевизор. Например, я хочу вот такой. И перекрываем им первую кровать. Чтобы персонаж мог подниматься на второй этаж, берем вот такую лестницу из раздела с полками. Дальше все красиво это украшаем. Добавляем то, что вам нужно. Ставим какие-то предметы. И у нас получается вот такая интересная идея для вашей кровати. Ну а на этом все. Надеюсь, что вам понравилось мое видео. Я старалась показать небанальные лайфхаки, чтобы вам хоть как-то помочь. Пишите в комментариях, было ли вам это видео полезно. И если вы хотите, то я могу снять вторую часть лайфхаков для обустройства. Потому что какие-то идеи у меня все еще остались. Ну а на этом все. Большое спасибо вам всем за просмотр. Всех люблю. И всем пока-пока.